После выхода очередной громкой новинки, многие игроки с недоумением смотрят на огромные ценники за копию новой игры. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько средств уходит на создание таких блокбастеров? А ведь после того, как игра готова, о ней нужно рассказать всему миру. И вот тут-то начинаются просто лютые цены. Ведь бюджетный маркетинг составляет от 2 до 10 бюджетов на разработку. В этом видео я собрал некоторые наиболее достоверные цифры, которые мне удалось найти со множества источников. Дело в том, что далеко не каждый разработчик рассказывает о затраченных средствах на разработку и уж тем более маркетинг своей игры. Но кое-что найти мне всё-таки удалось. Поехали! Начнём с далёкого 2004 года и шутер от первого лица Call of Duty Finest Hour. Наверное, в это сложно поверить, но бюджет игры составил 8,5 миллионов долларов. И в него вошли затраты на маркетинг и прочие расходы. Эта цифра всплывала несколько раз в ходе суда между Activision и Spark Unlimited, который длился несколько лет. Первый Half-Life стал пробивным в своё время, но и второй от него не отставал. В 2004 году график игры выглядит не хуже, чем многие малобюджетные игры нашего времени. Вот только на разработку игры было потрачено аж 40 миллионов долларов. О чём сообщила Гейб Ньюэлл в одном из своих интервью. War of Warcraft является одной из самых дорогостоящих разработки MMORPG того времени. Не знаю, сколько было потрачено к моменту выхода игры, но к 2008 году Близзарды потратили 200 миллионов долларов. Страшно представить, как изменилась эта цифра спустя 10 с лишним лет сегодня. Но если первые игры вполне оправдывают затраченное средство, то что вы скажете насчёт Mortal Kombat Charlie Monks, которую вложили 20 миллионов долларов. Игра вышла в 2005 году и получила просто ужасные отзывы, к чему я собственно не удивлён. А вот зато и Guitar Hero, наделавшая много шума, стоила разработчикам меньше 2 миллионов долларов, включая и маркетинг, и разработку. Точную цифру в 1,7 миллионов долларов разработчики назвали у себя в блоге. Кстати, вторая часть Call of Duty удвоила свой бюджет до 14,5 миллионов долларов, о чём сообщал Винс Зампелло, который является сооснователем Infinity Wars. Спустя несколько лет, в 2007 году, эта же компания создаст легендарную часть серии Modern Warfare, а затем её продолжение с просто немыслимым бюджетом в 250 миллионов долларов. Из них лишь 50 миллионов было потрачено на разработку, что всё равно больше многих игр из этого ролика. А вот оставшиеся 200 миллионов ушли на рекламу. Ну да, ну да, пошёл я нахер. Однако, это не самая дорогая игра в истории, потому что есть ещё Destiny 2014 года. Изначально у разработку ушло 140 миллионов долларов, и столько же ушло на рекламу. Но это было только началом, потому что спустя множество доработок и дополнений, эта цифра приблизилась к 500 миллионам долларов. Прервёмся на маленькую такую рекламку. Есть один хороший канал по программированию и геймдеву от Романа Сокутина. Там вы найдёте много полезных обучающих видео по написанию скриптов в Юнити. Вы знаете полезные приёмы работы и научитесь находить и исправлять ошибки в коде. А также освоите свои первые шаги в C-шарпе. Влоги, стримы, забавные эксперименты и сравнения. В общем, если вы интересуетесь программированием, то этот канал точно будет вам интересен. Ссылка, конечно же, в описании под видео. Но перед тем, как полностью прийти к современным играм, я немного задержусь в 2007. Ведь в этом году вышел первый Крайзис, на разработку которого ушло всего 17 миллионов долларов. О чём сообщал Дживат Йерли на одной из пресс-конференций. Сколько ушло на рекламу, достоверно неизвестно. Но риск мы предположить, что минимум в три раза больше. Но это не точно. В этом же году, кстати, вышел Биошок. И его разработка стоила всего на пару миллионов долларов меньше, чем Крайзис. И туда точно не вошли деньги на рекламу. Годом позже компания Valve потратила 11 миллионов долларов на рекламу своего кооперативного шутера Left 4 Dead. И, как стало известно позже, всё это окупилось. Кто бы сомневался, гей. Кстати, вторая часть этого шутера затратила на маркетингу два раза больше. Целых 25 миллионов долларов. Возможно, вы помните такую игру, как Dead Island, которая имела, пожалуй, самый малый бюджет из всех в этой подборке. Всего полтора миллиона долларов. На разработку или маркетинг не уточняется. Но цифру называл Павел Копинский, который тогда был директором по маркетингу. Наконец мы добрались до Ведьмака. Самая первая часть игры 2008 года уже тогда принесла полякам статус одного из лучших разработчиков ПК-игр. А на рекламу первого Ведьмака было потрачено 2 миллиона долларов. Основатель компании считал их лично. А вот на вторую часть серии ушло 15 миллионов долларов. Из которых на маркетинг ушло всего лишь 5 миллионов. Не зря говорят, что качественный продукт сам себя рекламирует. Спустя года CD Projekt Red выпускают третью часть Ведьмака. Настоящий бриллиант в мире RPG, который снова удивляет своим бюджетом. Меньше чем за 100 миллионов поляки создали масштабную и отполированную RPG. Всего 32 миллиона на разработку и 35 миллионов долларов на маркетинг. Для любителей более современных сеттингов, компания Rockstar выпустила пятую часть легендарной GTA. 137 миллионов долларов на разработку и 128 миллионов на маркетинговую компанию. Вы еще помните, как быстро прошли Call of Duty Modern Warfare с бюджетом 2,5 сотни миллионов? Или может вы знали, что в Юбисофте более 8 тысяч сотрудников? На третьей части у Ведьмака работало 220 человек, при бюджете в три раза меньше. Поэтому даже в играх ААА класса гораздо важнее талантливые разработчики, чем вбуханные миллионы долларов. Зато на создание инди-игр уходило обычно всего пару сотен, и разрабатываются они небольшой командой. Хотя многие инди-игры были выпущены вообще без какого-либо бюджета. Ну правда, чего нельзя сказать про Брейд, на разработку которого ушло 200 тысяч долларов. Хотя казалось бы, это платформер. Но о том, сколько стоит создать свою инди-игру, я уже делал видео. Обязательно посмотрите его. А на этом у меня все. С вами как всегда был Арталаски. Спасибо за просмотр. Пока.